В последние годы активно развиваются движения минималистов, которые стараются иметь не больше вещей, чем им действительно необходимо. Такой подход позволяет расчистить место для других приоритетов – отношений, заботы о здоровье и стремления жить осмысленной жизнью. Эльмира Ибрагимова, как и другие представители движения минималистов, уверена – меньше – это лучше. Началось это все с того, что я для себя решила как-то изменить свое отношение к уборке, потому что мне все время не хватало времени для того, чтобы навести порядок у себя в доме. Я стала смотреть, изучать, какие способы, как можно при минимуме времени сделать максимум. Есть такой писатель, который много времени посвятил именно этой теме, Кон Мария ее зовут. Она предлагает так разбираться со своими вещами. Она предлагает взять каждую вещь в руки и подумать, испытываешь ли ты радость от обладания этой вещью. На самом деле, как оказалось, в моем гардеробе не так много вещей, которые дают мне вот эту радость. Таким образом, я избавилась от многих вещей, которые какие-то некачественные, какие-то, может быть, совсем не по размеру и так далее. И я увидела, что вещей стало гораздо меньше, места гораздо меньше. Ну, а потом я стала изучать, какие есть способы именно укладывания этих вещей. И сейчас, когда я открываю свой шифонер, там все лежит в таком вот порядке. И меня это очень, повторюсь, радует. Основной постулат минималистичного существования – это только нужное, ничего лишнего. Каждый минималист обязан спросить себя, мне это приносит радость или нет? Мне это нужно или нет? То есть я поняла, например, что касается, если, допустим, моего дома, да, не говорим сейчас о шифонере, то есть и о каких-то покупках, то сейчас я, когда выхожу в магазин, во-первых, стараюсь составлять список, что конкретно мне нужно. Во-вторых, я каждую покупку стараюсь обдумывать, потому что лишние вещи мне теперь в доме совсем не нужны. Это что касается, конечно, моего дома, моей крепости, да, такой. Если говорить, так как минимализм затрагивает и личную жизнь, это, может быть, общение с теми людьми, которые, опять-таки, не приносят мне там радость, с которыми было вынуждено, может быть, да, какое-то общение, я сократила время общения с такими людьми. Вот, естественно, что ты их совсем убрать из своей жизни не можешь, но сократить это время ты в состоянии. Те люди, которые не приносят тебе радость, которые, возможно, где-то не любят тебя, да, то есть минимум общения с ними, минимализм, минимум общения с ними. Вот здесь можно как-то оставить тогда, то есть понимание того, что конкретно тебе нужно. Это тоже затрагивает минимализм. Все началось, повторюсь, с обычной уборки, то есть в голове происходит какое-то структурирование, а потом это идет во все области твоей жизни. Минималисты сокращают не только объем имущества, но и количество обязательств, целей, негативных мыслей, долгов, слов и искусственных пищевых ингредиентов в рационе. Излишние социальные контакты, например, разговоры в социальных сетях, время просмотра телевизора и видеоигры тоже подлежат сокращению. Настоящий минимализм, да, то есть у каждого минимализм все-таки он свой. Считаю, что мужчинам, наверное, полегче, да, вот это дается, чем женщине, женщине больше нужно вещей. Вот, но настоящий минимализм, он пойдет на море в том, что у него есть. В принципе, вот, наверное, такая сумка ему даже будет и не нужна, да. Поэтому можно сказать, что минимализм у каждого свой. Сейчас я посмотрю эту сумку, подумаю, что бы я взяла с собой, да. Ну вот что здесь есть? Здесь есть у нас полотенце, здесь у нас семечки. Ну, семечки я уже давно не грызу. Ну, хочу сказать, что минимализм, он проник и на мою кухню в том числе, да. Это не собираюсь после моря, да. Сейчас ты останешься без всего, да. Ну, тем более еще тут лаки, да. Вот, разберем тут все. Салфетки влажные. Ну, возможно, так, пока подумаем еще сейчас. Телефон, ну, без телефона в наш век, наверное, никуда. Если, конечно, я не хочу отречься от всего, если не ставлю такой цели, да. Потом косметика, вновь косметика тоже нет. Лаки тоже нет. Губная помада тоже нет. Ну и украшения, я думаю, что они тоже будут не нужны. Так, уберем это все. Здесь вот еще можно попудриться. Ну вот, сумочка пустая. Значит, чтобы я все-таки взяла на море. Ну, этим я пользуюсь все-таки солнцезащитный крем. Да, сейчас много вот об этом говорят. Крак кожи и так далее. Женщине нужно себя защищать. Можно до пляжа нанести и оставить дома, да? Да, ну, в основном здесь написано, конечно, водостойкое. Но я беру все-таки его с собой. Потому что, если ты пойдешь в море несколько раз, необходимо обновить. Поэтому я бы, наверное, его взяла. Полотенце тоже бы взяла. Защищать себя, свою голову тоже нужно. Взяла бы и это тоже. Телефон, я уже говорила, тоже бы взяла. Ну и салфетки. Тоже сейчас такое. Без них тоже, наверное, сейчас никуда. Вот моя сумочка минималиста. По сути, минималисты предлагают отказаться от погони за вещами и потребительских ценностей. Позиции минимализма куда разумнее тратить свое время на людей и отношения, а не гнаться за модой и накопительством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова